Наивысшие баллы уже 2 миллиона просмотров за несколько новогодних дней. Движение Вверх стало новым рекордсменом по кассовым сборам в России. Почти 2 миллиарда рублей кассовые сборы фильма Движение Вверх. Серьезно, вот это кино стало абсолютным рекордсменом по кассовым сборам в нашей стране? Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Я, конечно, понимаю, что российский кинематограф находится в жопе, так же, как культура в целом, спорт, экономика и так далее. Поэтому на фоне суровой реальности такой фильм может показаться образцом качественного кино. Но удивительно то, что за всеобщей истерией никто особо не пытался разобраться ни в художественной, ни в исторической составляющей фильма. Я лично не считаю Движение Вверх выдающимся фильмом. И уж тем более эта поделка никаким образом не чтит память советских спортсменов. Сегодня мне будет тяжеловато. Я выражу не то, чтобы непопулярное мнение, а, пожалуй, первым выражу хоть какую-то критику. Правда, такого нескончаемого хвалебного потока вокруг проходника я еще никогда не видел. В общем, сегодня я разберу фильм и объясню на пальцах, что с ним не так. А если моя позиция вас не устроит, можете послушать мнение родственников, тех людей, память которых якобы чтит этот фильм. Я после прочтения этого сценария, я два месяца вообще не спала. У меня волосы посидели, честное слово, у меня ни одного волоска не было из дома. Там такая, я не знаю, вот мы очень спрашиваем, кто написал сценарий. Нам сначала даже не сказали. Вот так Сергей Куликов, ой, Николай Куликов. Такое впечатление, что этот человек вообще не был никогда на баскетболе и не видел кондрашу на выборе. Ну а спонсором сегодняшнего тяжелого выпуска стали Всемайки.ру. Всемайки.ру – крупнейший в России онлайн-магазин одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый может найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы и многое другое. Все изделия сготавливаются на собственном производстве и проходят трехэтапный контроль качества. Десять лет работы и сотни тысяч довольных клиентов. Будь ярким, выражай себя в принтах, дари подарки близким. Заходи на сайт или скачивай мобильное приложение. Для подписчиков канала скидка 10% по промокоду. «Движение вверх» – это спортивная драма, постановкой которой занимался Антон Мегердичев. Фильмография этого режиссера довольно неброская. Такие фильмы, как «Метро» и «Бой с тенью 2», соседствуют с конченной шляпой вроде «Темного мира» в 3D и «Третьих елок». За производство «Движение вверх» отвечала студия Никиты Михалкова «3Т», а совокупный бюджет картины составил примерно полмиллиарда рублей. Само собой, немалые части этой суммы составили деньги налогоплательщиков. Съемки стартовали еще летом 2016-го, но в прокат фильм вышел под самый конец 2017-го, в горячую пару новогодних праздников. Сюжет фильма основан на реальном баскетбольном финале Мюнхенской Олимпиады 1972-го года, когда сборная СССР сенсационно обыграла непобедимых американцев. Формально фильм основан на одноименной автобиографии баскетболиста Сергея Белова. Правда, литературной записью данной книги занимался некий Александр Коновалов, который с 2008-го года занимает пост министра юстиции. Впрочем, это не играет особой роли, потому что ни на какую историческую достоверность фильм претендовать не может. Единственное, что в нем показано достоверно, это победа сборной СССР и теракт в Мюнхене. Все остальное, так называемый художественный вымысел, призванный нагнетать интересы драму. Баскетбольный тренер Владимир Гаранжин поставил себе цель надрать проклятых американцев в олимпийском финале. Команда его не особо любит, партийная верхушка грозится надавать по башке, и даже собственная жена не верит в успешный исход. Мы должны обыграть американцев. В общем, все против наших баскетболистов. В том числе и они сами друг против друга. Понимаете, в своем неуемном желании нагнетать драму, авторы напихали в сценарий просто запредельное количество высосанных из пальца конфликтов. Буквально каждый герой имеет кучу собственных проблем, и при этом враждует либо с тренером, либо с функционерами, либо с членами команды, а то и со всеми разом. У одного больные колени и запредельное ЧСВ, у второго сердце вот-вот откажет, третий слепой, а четвертый ярый антисоветчик. И вообще, вы русские во всем финноваты. А еще там есть Кауказец, у которого сестра замуж выходит, да? Какой Олимпиада, какой сборный, полетели бухать в горы. В общем, в лучших традициях Никиты Михалкова. Великая команда Советского Союза полностью укомплектована инвалидами, предателями и дурачками. Весь фильм они косячат, напиваются, срутся друг с другом, создавая крайне маргинальные образы. При этом все эти конфликты обозначаются, но никак не развиваются. Знаете, когда я смотрел фильм, вспоминал ленту «Тренер Картер». Она тоже про баскетболистов и тоже основана на реальных событиях. В основе сюжета тоже конфликты между тренером и спортсменами, которые дерутся между собой, не хотят учиться и живут баскетболом. Однако их история развивается планомерно. Каждый герой фильма растет над собой, борется со своими предрассудками, максимализмом и жертвует подростковым эгоизмом на благо общего дела. Постепенно под влиянием Картера враги становятся друзьями, а подростковая шпана превращается в мощную команду, которая добивается успеха не только на площадке, но и в жизни. И что я увидел в движении вверх? Советские баскетболисты весь фильм ругаются между собой, тянут одеяло на себя и шушукаются за спиной тренера. А потом, в самом конце фильма, внезапно, каждый из них вдруг осознает, что даусурачки любят свою родину, команду и тренера. Все резко становятся кровными братьями и героически борются за победу. Серьезно, ребята, они ведь не проходят какой-то совместный путь, не преодолевают преграды за счет сплоченности. Каждый думает только о себе, а за 10 минут до конца фильма внезапно приходит прозрение. Почему оно пришло? Почему Сергей Белов вдруг стал считать других баскетболистов ровней, хотя весь фильм относился к ним свысока? Почему Паулаускас в последний момент проникся патриотизмом, хотя весь фильм закидывал говном Советский Союз и русских? Знаете, для таких перемен нужны серьезные причины, но в фильме их почему-то не показывают. Даже промежуточные игры на пути к финалу почти не освещаются. Получается, что их сплотили совместные тренировки, да и то лишь под самый конец. Никакого командного духа, никакого развития или роста, ничего этого здесь просто нет. Но все это цветочки по сравнению с тем, как авторы обошлись с реальными личностями, на жизни которых якобы основан фильм. Сразу после просмотра у меня осталось вполне нейтральное мнение о фильме. Да, я видел существенные недостатки сценария, но бомбить у меня не бомбило. К тому же в фильме есть позитивные моменты, хорошие актеры, такие как Машков и Гармаш, достойный каст, все фактурные, выразительные, запоминающиеся, неплохая операторская работа и довольно натуральная атмосфера 70-х. На фоне всяких елок и защитников, движение вверх действительно выглядит неплохо. Но после изучения реальных биографий и просмотра интервью с родственниками, мое отношение серьезно изменилось. Еще до выхода фильма на создателей был подан иск, который инициировала вдова тренера Владимира Кондрашина Евгения, вдова Александра Белова Александра Овчинникова, а также сын Кондрашина Юрий. Претензии заключались в том, что по мнению родственников, создатели вторглись в частную жизнь и переврали жизнь реальных людей, при том, что имена использовались подлинные. Мы плачем из-за того, что через нас перешагнули и пошли дальше своим путем, невзирая ни на что. Например, Белова показывают смертельно больным, а сын тренера в конце фильма якобы начинает ходить. На самом деле сын Владимира Кондрашина всю жизнь прикован к инвалидному креслу и с детства не имел шансов на выздоровление. Ну, про частную жизнь. Они мало того, что нарушили этику, ну и какие-то юридические нормы нарушили. Модеста Сапау Ласкаса и вовсе показали без пяти минут предателем, русофобам и чуть ли не нацистам. Хотя в жизни он был капитаном сборной СССР и по утверждениям знакомых с ним людей всегда топил за команду. Даже в нулевых, проживая в Литве, он приезжал в Калининградскую область, чтобы тренировать российских школьников. И вот что он сам говорил по этому поводу. У себя в спортшколе я веду несколько групп. А сюда, в Краснознаменск, меня гонит ностальгия по моей советской юности. Я хочу слышать русскую речь и помогать ребятам. И вот как наши доблестные киноделы поблагодарили его за былые достижения и участие в жизни российской молодежи. Вы русский! А вы никогда нас не понимали! Я, конечно, далеко не моралист, но такое отношение реально выглядит форменным свинством. С людьми не пытались найти компромисс, не спросили их мнения или разрешения в конце концов. Вместо этого создатели просто сменили имена, чтобы уйти от судебных исков, ну а дальше наплели все, что пришло в голову. И знаете, больше всего меня поражают дегенераты, которые кинулись поливать грязью, родственников, людей, которые были современниками и очевидцами тех событий, которые прожили всю жизнь рядом с теми самыми героями, которых якобы превозносит этот фильм. Я видел комментарии, где особо одаренные обзывают их меркантильными бабками, при том, что они наоборот отказались от денег, отказались от того, чтобы их имена использовали в фильме, потому что не захотели продавать свои принципы и память о своих близких. Уж кто-кто, а эти люди точно имеют право на свое собственное мнение. Господи, люди, включайте мозги хоть немножко, не нужно так упарываться этой вонючей пропагандой, которая формирует только одно необходимое и единственно правильное мнение. Кстати, раз уж я заговорил о пропаганде, неужели вы думаете, что все эти фильмы снимаются только с целью отдать дань великим достижениям наших предков? Движение Вверх, Скиф, Легенда Номер 17, Время Первых, Салют 7, Легенда о Калаврате, Викинг, Гагарин Первый в космосе и так далее. Фильмы разнятся по качеству от ужасных до вполне хороших, но в каждом есть религиозные пробросы, идеи единства, нездоровый псевдопатриотизм, показное воспевание былых побед и акцент на нашу неповторимую уникальность. А все потому, что в нашей стране больше нет ни Гагариных, ни Харламовых, да и побед с каждым годом все меньше. Экономика, спорт, культура и наука загибаются, тогда как недовольство населения с каждым годом все растет и растет. И с каждым годом выходит все больше фильмов о достижениях, к которым современная Россия не имеет никакого отношения. Самое печальное заключается в том, что делается это вовсе не из благих побуждений почтить память предков и отдать дань их заслугам. Нет, ребята, государство спонсирует такие фильмы в первую очередь для того, чтобы вы закрыли свои хавальники и гордились. Чтобы вы побольше думали о великом прошлом или о светлом будущем, а вот проблемы унылого настоящего вас интересовать не должны. Гораздо проще отстраниться от суровых реалий и считать себя особенными, чем пытаться стать такими на самом деле. Гораздо проще гордиться былыми победами, которым наши поколения не имеют никакого отношения, чем стремиться к новым свершениям. И вовсе не обязательно равняться на героев, куда проще просто закидать говном всех несогласных с этой патриотической вакханалией. И да, я согласен, что фильмы о великих достижениях снимать можно и нужно, но это не должно превращаться в инструмент пропаганды и паразитирования на собственной истории. Иначе мы так и будем из года в год смотреть конченые ёлки в перемешку с дерьмовыми ремейками и пропагандистскими агитками. И они будут становиться самыми кассовыми фильмами в истории страны, им будут продлевать прокат, ради них будут сдвигать зарубежные фильмы, вводить бесполезные квоты и выделять миллиарды рублей из бюджета на производство убогих поделок. В общем, если даже закрыть глаза и сделать вид, что движение вверх ни разу не кладёт болт на историческую составляющую, на семьи спортсменов и на то, что эта агитка нужна только для того, чтобы протолкнуть нужные мысли, добавить позитивные нотки в допинговый скандал, а просто оценить как художественное кино, то оно всё равно слабое. Я не почувствовал самого главного. В нём не было ни дружбы, ни командного духа, ни развития героев. Я не увидел никакой тактики, ни командной, ни тренерской. То, что тренер крысил американские схемы, это просто какое-то однобокое позорище. Просто у него была особая тактика, и он её придерживался. Тактика называется «Забить и рискнуть здоровьем сына ради мнимого величия». Гениально. Просто, блядь, гениально. Да, визуальная составляющая нормальная. Операторская работа, костюмы, антураж, атмосфера, каст. Но духовное и идейное оставляют желать лучшего. Знаете, по мне так лучше уж просто посмотреть конец оригинального матча, чем тратить два часа на ватную историю. Кино не вызывает никаких эмоций. Просто проходняк. Если хотите посмотреть что-то действительно годное, то гляньте лучше тренера Картера. Можете даже Эдди Орла. Даже в нём есть история становления героя, стремление, мотивация и спортивный дух. Ребята, имейте своё мнение. Не ведитесь на мнение большинства. У вас своя голова. А на этом у меня всё. Если ролик вам понравился, не забудьте поддержать. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть в курсе мнений и раньше обзоров. Ну и посмотрите предыдущие ролики. До скорого. Пока.